На минувших выходных горожане могли наблюдать начало ледохода на Урале. Сегодня мы видим, что лёд частично ещё идёт, а уровень воды поднимается. На текущий момент он возрос ощутимо. Хоть до критических отметок ещё далеко, горожане уже столкнулись с проблемами из-за потоплений. Жители региона начали активно делиться фотографиями и видеопотопов. Так движение талых вод частично повредило инфраструктуру в новой инфекционной больнице, которую возводили в Оренбургском районе. Напомним, на её строительство было выделено 2,5 миллиарда рублей. Жители посёлка Экадолье также столкнулись с прибывшей водой. Она на короткий период лишила жильцов возможности попасть домой. В похожей ситуации оказались жители посёлка Весенний. Там вода затопила улицы. Вот это плюс 4, резкая причём. Движение талых вод может представлять большую угрозу. Так, накануне на трассе Оренбург-Беляевка произошла трагедия. В кювет снесло автомобиль с пассажирами. Есть жертвы. Сейчас Следственный комитет выясняет обстоятельства случившегося. В региональном МЧС сообщили, что в целом обстановка в регионе под контролем и большого паводка не ожидается. На территории области практически весь комплекс противопаводковых мероприятий проведён. На территории 18 муниципальных образований были проведены традиционные противопаводки мероприятий. Это распиловка и чернение льда. А также в двух муниципальных образованиях проводились мероприятия по ослаблению толщины льда путём подрывов снарядов. По информации ведомства, в этом году в зоне подтопления могут оказаться 42 населённых пункта в 22 муниципальных образованиях. Пока что подтоплено 5 низководных мостов в области. Ещё 4 могут быть подтоплены в ближайшее время. Как сообщили ведомстве, пик в Оренбуржье прогнозируется в конце текущей – начале следующей недели. Затем вода будет убывать.